Как не мог идти сюда? Как не мог? Но случилось чудо, и он здесь. Где книжка? Александр Самойлович, походите. Не идите туда книжку и вручайте ее лично. Знаю такого замечательного актера, замечательного человека. Мы много снимались на летфильме, много встречались. И я хочу сказать, что это действительно уникальный актер. И, как сказал Владимир Татосов, он появился в нашем городе, совсем неизвестный. И одна из первых ролей была, это «Матринс». Как этот фильм назывался? «Белавропе»? «Колье» в «Шарлопе», да. Ну, а потом очень много других фильмов. Ну, и теперь мы его в последнее время встречаем в роли мухомора, поэтому мы его и отметили. Но на самом деле это особый актер, потому что он из другой актерской школы. Эта школа, он прошел школу Сибири, Дальнего Востока, и он принес какую-то свежую струю. Насколько я помню, Юрий Буманты пробовался у Германа, Мы все первое теление об этом разговаривали. Что, Роман, все обуви? Алексей Евгеньевичевич, приехал Андрей Жанну Шаполдин из Новосибирска. Вообще, крестным отцом, честно говоря, я считаю, и мне нужно так считать, и не говорить больше о подборковом, Виктор Алексеевич Арисов, второй режиссер Роман. Это он объездил в Сибирь, в Дальний Восток. Он начал с Новосибирска, потом был в Красноярске, в обыске. Из Омска он уже после встречи со мной, он уехал, улетел в Ленинградск. И меня пригласили на пробы на Лапшина. И, как мне потом сказали, как было известно, Валерий Алексеевич Федосов, оператор этой картины «Пиамил Гениальный», он и сказал, что утвердили тебя от Ходсовета. И тогда был Ходсовет. И утверждали, утверждение было от Ходсовета. Ходсовет утвердил тебя. Но Герман выстоял, что будет снимать полного. Потом Алексей Юрьевич в своей книжке и мне при встрече он объяснил, что, Кузнецов, ты вот говоришь эти слова, это телок 37-го года, и я должен им верить. А ты вот говоришь одно, а думаешь о чем-то другом. У тебя какие-то хитрые глаза. Так написал я в своей книжке и так он значит. Поэтому он написал, что он не хотел терять меня как актер, и он пригласил меня на роль начальника милиции. Вот так вообще было дело. Не скромничаю, я вот здесь. Ну книжки я писал очень много картин. И твоих, и своих, и совместных. Тебе будет интересно все прочитать. Обязательно, обязательно. Примерно она будет у меня первой. Ну я надеюсь. Это Человек-космос, ребята, это Человек-космос. Он столько сделал, он столько пошло, столько придумал. Это гений, это космос. Я больше не буду. И вот, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Александр Собонович Мазарский. Замечательный режиссер сценных трюковых, доскодер, актер, ученый. Он придумал огромное количество для космоса каких-то штучек. Вплоть до бани для космонавтов. Он придумал, как снимать под водой. Первые наши отечественные съемки под водой были сняты на камеру Мазарского. Наш любимый человек-амфибия и так далее и тому подобное. Еще раз ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ